Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Антон Блалыкин, я рыболов из Тамбола. Сегодня мы решили устроить небольшое рыболовное соревнование. Я буду ловить на боковой кивок, а на что будет ловить Эдуард, он расскажет нам сам. О, как раз он подъехал. Здорово, Антон. Доброе утро, Эдуард. Давно ждешь? Нет, только подъехал. Как речка? Речка классная. Рыб? Да, рыбка уже плавает. Ну, вот, видишь, нас, наверное, ждет. Будем надеяться. Ну, да. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Эдуард Лобанов и Малая река Черноземья. Сегодня мы находимся на одной из рек Центрального Черноземья. Прекрасная река. Чистейшая. Глубина небольшая. Течение присутствует. Какой-то старый мост. Вероятнее всего, в советские времена здесь была переправа. Но сейчас, сами видите, переправы нет. Вот в таких местах красивых мы сегодня с Антоном будем проводить небольшое соревнование. Как он сказал, будет ловить на боковой кивок. Я взял сегодня две удочки. Одну боковой кивок. Я на нее буду ловить с утра. И когда рыбка поднимется повыше, выйдет на кормежку, я буду пробовать ловить с Настей Тинкаре. О ней я расскажу чуть подробнее, но попозже. Как вы видите, река замечательная. Течение довольно-таки быстрое. Ну, вот здесь под мостом быстро, дальше туда, наверное, все-таки оно помедленнее. Но это хорошо. На этой реке я впервые. Надо все-таки, наверное, посмотреть на эту реку сверху. Ниже нам идти или выше, да, подниматься. Я предлагаю не тянуть с этим, потому что солнышко встает быстро. Сейчас начнется жара. И приступать непосредственно к соревнованию. Вперед! Вперед! Вот здесь вот нет деревьев. В принципе, получается, вот он у нас висит там, над речкой. Вот тот поворот. С этой стороны тоже нет деревьев. Можно попробовать пройтись по обоим берегам. Предлагаю тебе время не тянуть, потому что солнышко у нас уже поднимается все выше и выше, теплее и теплее. Пойдем мы в эту сторону. Я пойду по этому мере вот и пойдешь по этому. Да? В процессе, если где-то там пересечемся, то обменяемся мнением. Я буду ловить на червяка и на опарыша. Ты как? Я сначала попробую половить без естественной насадки. На бисер, на поролон. Посмотрим, как пойдет. Ну, а если совсем будет туго, поставим тоже опарыша. Все, удаляйся. Тебе тоже. Давай, спасибо. Встретимся, поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конечно, заросшие очень сильно, но тема хороша. Детняя мормышка то, что даже в таких условиях можно подобраться к воде и подать приманку. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь посреди течения растет дерево. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуем сначала в такой комбинации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а это у нас платва небольшая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть поклевочка. И это снова платва. Видно, что она кушает, но при этом активность ее не очень высокая. Размер опять спортивный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Антон, какие дела-то? Ну, Эдуард, рыбка не очень активная. Поймал трех платвичек. И ухлевичка сорвалась. Но я думаю, все еще впереди. Ну, впереди, ты знаешь, здесь прошел я по речке. Речка очень классная. Если спускаться, сплавляться на лодке с небольшими воблерками головлинами, кое-где головли проскакивают, такие грамм по 150, по 200. Будет шикарно. А вот с мормышкой, я что-то думаю, что этот участок реки не очень хороший. Поэтому предлагаю, чтобы время, как говорится, не тянуть, переехать, может быть, на другой участок реки. Давай, я только за. Все, встречаемся тогда около машин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, мы ехали мимо и не могли не остановиться здесь. Вообще места здесь очень знаменательные. Наверняка вы знаете произведение Александра Сергеевича, которое Пушкин. Барышня-крестьянка. Барышня жила вот здесь. Называется это деревня, село, поселение Княжево. А граф жил в Гагарина. Вот этот церковь построил князь Гагарин. А может быть, он и был тем самым графом, который женился, в конце концов, на барышне-крестьянке. Дышится здесь легко. Природа здесь широкая. Такая, как русская душа. Вообще взгляд здесь отдыхает. Прекрасная природа, свежий воздух, русский дух. Здесь Русью пахнет. Действительно настоящее, исконное русское место. Ну, а мы едем на рыбалку. Дождь хочется сосуде. Сюда пройдет на рыбалку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы переехали на другое место. Платина через эту же речку, можно сказать, мост. Вода шумит. С одной стороны, течение большое, с другой стороны, уровень гораздо выше, чем вот с той, где вода шумит. Течения здесь практически нет. Я думаю, что здесь будет поинтереснее. Но природа и погода, она диктует немножко свои условия. Ты сколько поймал на той речке? Ну, где-то 4 платвицы и несколько куклеек. Ну, я поймал одного окуня, один у меня ушел, один сорвался. В общем, одного окуня. По большому счету, на сегодняшний момент, на сейчас, ты выиграешь у меня со счетом 4-1. Продолжим соревнования, да? Продолжим соревнования, друзья. У нас же те же снасти, те же удочки, кивок боковой, мормышки, насадка. Я использую червяка, я парышик. Продолжим. 4-2. Вот и первая рыбка. Хотел сказать 4-2, но получается 5-2. Как и говорил красноперка. А у меня густерка первая за сегодня. Еще одна красноперочка. Цвет, конечно, прекрасный, ярко-алые плавники. Подарим свободу. Красота. Размерчик такой средненький. Вообще, у меня удочка сегодня 6-метровая. Это оправданно, потому что здесь вот ширина реки порядка, наверное, 15-20, кое-где даже достигает 30 метров. Такая удочка перекрывает приблизительно одну треть. Она и рыба вся держится где-то на одной трети к одному берегу и к другому. На русле, где течение, где ямка, она держится неохотно и не очень часто. А вот именно при береговой зоне, где кувшинки, водоросли, она там и обитает сейчас, спасаясь от жары, от хищников. Ну, а мы здесь стараемся ее выманить. И, коль я уже говорил, что мы будем сегодня отпускать, мы будем все отпускать рыбу в те места, откуда мы ее извлекли. Вышли мы на такое интересное место. Здесь явно мелководный участок. Возможно, даже что до плотины здесь был перекат. Видно, что трава поднимается к самой поверхности и течение очень слабое. Красноперк любит такие места и в хорошую галабль может попасться. Подойдем поближе, благо за бродом спаги нам позволяют. Первая рыбешка с этого места, красноперка. Уж очень спортивного размера. Я думаю, что она здесь не одна. Отпустим. Ох, какая красотерка. Экземпляр. Ну, да, я. Вот она. Сегодня у меня стоит 0,16 леска. Довольно-таки толстая. Мормышка тоже очень большая для такой мелкой рыбы. Но видно, что когда активна рыба, она берет и на толстую леску, и на крупную мормышку. Насадка, вот кусочек червячка остался, все равно она ее берет. Здесь речка, значит, идет, и типа у нее залив получается. Залив довольно-таки большой, глубина небольшая. Наверное, рыба выходит сюда для того, чтобы греться. Ну, наверное, и питание у нее здесь неплохое. Потому что среди кувшинок много встречается всяческих там насекомых. Вот она и ест. И кроме того, если вы заметили, что везде у нас сегодня река протекает по лугам. На лугах очень много насекомых. И вот когда ветром их сдует, когда просто они летят, не смогут перелететь речку, падают. И вот в это время самая лучшая кормовая база вот у таких рыб, как красноперка, плотва, галавль, которые питаются сверху. Сейчас я попробую насадить опарыша. Он все-таки покрепче держится. Крючок большой, поэтому я два насажу. Также хорошо она и на опарыш клюет, поэтому в червяках здесь смысла нет. Когда рыба есть, активно ее видно. Видите, она собралась уже под крючком. Сейчас, видите, допускаю. Можно проходить край речки целый день и ничего не поймать. А можно найти такое место, где за 10-15 минут наловишь столько, сколько тебе твоей душе угодно. Ну, шикарно. Мне нравятся вообще такие рыбки, особенно красноперки. У них тело бронзовое и ярко-ярко-красные плавники. Буквально только опустил. Даже я не успел опустить. Мармушка еще практически была сверху. Только маленький-маленький кусочек опарыша касался воды. И она выскочила и практически ее сразу схватила. Попалась красноперка. Довольно интересная. Без хвоста. Видно, посчастливился и уже встретился со щукой на этой речке. Первая более-менее приличная рыба это платва грамм 100. Мармушка муравей с пелым опарышем. Окунек попался. Ну, довольно-таки крупный. Попался окунь в обратном течении. Ну, даже здесь, может быть, течение небольшое обратное, затишье больше. И вот на глубине приблизительно полтора метра смотрю, раз, 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 раз. Ну, чисто как у него упоклевка. Мармушка большая, он такие любит. Размер такой под стать этой мармушкой. Попался на червяка. Я снял опаршем и садил к червяка. И вот он здесь и попался. Порадовал нас, а мы его. Что и требовалось ожидать густера. Ну, мы так и предполагали, потому как на предыдущей проводке буквально с одной поклевки съели двух опарышей. Кроме густеры, ни одна рыба больше не способна на это. Не будем мучить, отпустим. Позовем бабушку и дедушку этой рыбки. Красноперочка. О, поймал что? Да, неплохое место нашел. Выход с переката на яму. Ну так, поклевает здесь рыбка. Слушай, сейчас выгляну солнышко. Про тенкар я говорил. Я пойду вон туда перекатик там неплохой. Попробую зарядить, как говорят, сенкару покидать. Ну, а ты пока продолжай. Мало ли, может быть, трофей-то он где-то здесь. Есть такое место, то что может. Трофей где-то рядом. Ну все, давай. Пошел я туда встретиться. Все, давай, удачи. Давай, спасибо тебе тоже. Вот что значит тенкара. Самая крупная сегодня красноперка. Классная, красивая. А что же такое, собственно говоря, это тенкара? Тенкара – это снасть простых японских людей. Чуть позже и знатные вельможи не брезговали ловить ей. А может быть, даже иногда считали за честь именно управлять тенкарой. Так, попалась. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Длина шнура здесь длиннее, чем удилище. Поэтому вот так вот на высоте ее сложно вытащить. Так. Что у нас здесь? О! Вот она какая красноперка. Сегодня вообще-то какой-то целый день. День красноперки. Клотвы – мало. Головля – нет. Уклейка – и то, как говорится, так, изредка. А красноперка – только давай. Ну, неплохая. Не сказать, что выдающаяся. Ну и не мелкая. Ну и плыви. Играет музыка. все не могу я уже больше ну ходят вот они ходят и килограмм и полтора может быть даже больше но не могу их перехитрить все оставил мух и одну и вторую третье было два бора но попались не засеклись они ну чё теперь сделаешь и так уже сижу полтора часа кидаю подойдет рот уже открыл рот уже все вот ты его захлопнул нет открыл рот пропал в сторону бросок муха падает он сопровождает и так раз пошел 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 в сторону ну что с ним будешь делать все хватит надоело поехали домой на чем-то отловились закончился отловились как тебе погодка погода переменчивая то дождь то солнце в общем-то ветер большому счету такая погода для рыбалки вот где такой она как бы хуже да чем такая стабильная ровная пускай на солнечное плавно пасмурная особенно с тем учетом что до этого полтора месяца была жара но даже дождей да ну а по рыбалке по нашему соревнованию что музыка ты поймал много я поймал приблизительно одинаково размера рыбу до приблизительно одинаковое количество ну сказать там больше поймал чуть-чуть это меньше поймал надеялись мы на крупную рыбу ты сам прекрасно видел когда она есть крупная рыба здесь мы полностью игнор до черные все с чем я не предлагали идет выходит открывает рот закрывает рот проходит мимо рыбалка наш сегодня состоялась я считаю и удачный отдохнули морально душевно пообщались по встречались спустя год поделились своими впечатлениями опытом спасибо тебе большое за участие и пусть мы не поймали трофейную рыбу больших головлей мы их оставили на потом пускай люди на них смотрят радуются но мы как-нибудь мы бы все равно отпустили конечно у нас и не такой принца да и вообще частный принципе если не нужна рыба и и отпускают дорогие друзья на этом наш сегодняшний передач заканчивается всем хорошим до новых встреч с вами был эдуард лобанов и малый и а и 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 в